Всем привет, дорогие парфюмерители! Меня зовут Настя, и это уютный канал о парфюмерии Антресоль. И сегодня у нас тоже такой новый формат, немного. Обычно я на этом канале рассказываю о каких-то новинках, делаю какие-то подборки парфюмерные, опять же, слепые за тесты, или же какие-то такие многочисленные отливанты, например, с сайта Allure или с других каких-то парфюмерных сайтов, в общем. Но декабрь, вот этого уходящего уже 2023 года, подарил мне так много вас, мои дорогие антресольцы. Наш телеграм-канал Антресоль растет постепенно, но очень уверенно. И я безумно благодарна, я буду говорить, мне кажется, об этом каждое видео. Мне не лень, мне в радость, потому что я в шоке от вашего внимания, от вашей поддержки, от вашей любви. Я не избалованный человек, не избалованный вниманием, не избалованный подарками. И когда вот я вот прихожу на почту, и мне приходят вот такие вот коробочки со слепыми за тестами, или просто с какими-то парфюмерными подарками, новинками, просто какими-то, я не знаю, какими-то знаками внимания, я таю, я правда, я как ребенок, я сижу и думаю, боже мой, боже мой, что, мне сегодня день рождения, да, папочка, мне сегодня день рождения. Вот сегодня у нас с вами будет очень интересное видео. Я назову его, наверное, форматом парфюмерных посиделок, так что наливайте себе что-нибудь вкусненькое. У меня сейчас уже глубокая заполночь, когда я снимаю это видео, потому что только в это время в этой комнате тихо, в которой я живу, но скоро я перееду уже из этой локации в другую, и надеюсь, там точно смогу снимать в любое время. Но надеюсь, я выгляжу не сильно сонно. Ладно, не буду оправдываться, хочу поскорее перейти вовнутрь. Это не совсем слепой затест, дело в том, что это подарок, посылка от моей зрительницы, от антресоль-личницы Юлии из-за Волжья. И здесь не совсем слепые затесты, но здесь ароматы, которые я не знаю, и здесь еще есть какие-то подарки, которые я тоже не знаю, так что можно сказать, что это затест, но не очень слепой, да, не то, что я прям совсем не знаю какие ароматы, то есть мне Юлия прислала флаконы, из которых она делала мне некие атлеванты, но я правда, правда, честно, не помню, где какой. Поэтому я предлагаю вам сделать такую интересную игру, я правда буду тестить вот так вот просто аромат, буду о нем рассказывать, буду его воспринимать, буду строить какое-то мнение, а потом мы с вами, собственно, посмотрим, что это за аромат, но это не совсем прям слепой затест. Но все равно это будет некий честный затест всего, что тут есть. А тут вы посмотрите, я ничего не смотрела, я просто забрала с почты России сразу к вам, и первое, что я вижу, это Джонни от Амуаж, это мой незакрытый гештальт, я не знаю, о чем я думала, когда я смотрела, как стремительно поднимаются цены на Амуаж, но это красота, я доросла до Амуажей, и Джонни, это правда мой незакрытый гештальт, спасибо большое Юле, вы как чувствовали, что я долгое время хотела его себе в атлеванте, чтобы почувствовать, разносить, и это просто прелесть. Мне кажется, этот аромат идеально мне подходит из Амуажей, Юля почувствовала это и положила именно его мне в коробочку. Ммм, какой он вкусный, он вроде бы, как будто бы цветочный гурманский, да, вот я не помню пирамиду Джонни, красивый аромат, я его вижу белоцветочным, я его вижу очень сливочным, но он такой мягкий, такой нежный, я его вообще представляла другим, когда я видела флакон, этот красный с золотым, я думала, что там какая-то, какая-то будет история про розу, очень красиво, буду разнашивать, спасибо большое, обязательно напишу более подробный отзыв обо всем. Так, что тут у нас дальше в коробочке? Киллиан, the art of love, боже мой, что это? Kisses don't lie, ммм, это фруктовая цветочная гармония на тему сладостных поцелуев розы. Осторожно, аромат может скружить голову, завяжи мне глаза, боже мой, ой, что это за красота, что это, что это за прелесть, я не знаю, что мне делать, мне не хочется наносить Киллиан на бумажечку, хочется нанести куда-то на коже, но там, ну ладно, я приготовила блотеры для ароматов. Kisses don't lie. Ммм, вау, сладкая, красивая, розовая, пионовидная такая, роза, очень сочная. Ммм, вот такие розы я люблю, правда, я не очень люблю натуралистичные болгарские розы, которые такие прям, ну как вот в духе T-Rose в фрукшоп, это мой какой-то прям, знаете, такой аромат табу, который я себе купила в Атливанте. Мне кажется, пора снять видео на тему не покупайте эти ароматы, пока не посмотрите это видео. У меня уже набрался ящичек ароматов, которые мне не нравятся, я не знаю, что с ним делать, но если вы хотите, чтобы я сняла такое видео, обязательно пишите в комментариях, Настя, сними видео на тему ароматов, которые нам не стоит покупать, или стоит это делать с опаской. Я обязательно сниму, если вам это актуально. Ну, очень красиво. Ну, Killian это Killian, я хорошо знаю этот бренд. Насколько я знаю, Kids Online это вроде как яички, да, с яичками, я по чуть-чуть знакомлюсь. Вот у меня есть... Все, я забыла все названия, полночь, который про шоколад аромат. I like it hot, по-моему, так. Some like it hot. Some like hot. Как-то так. Красиво. Я не жалею, что я нанесла именно этот аромат на запястье, потому что я такое люблю. Вот то, что никогда не выходит из моды, это аромат на тему красивых, сладких, сочных, настоящих роз. Я приготовила блотеры на случай затестов. Так, это у нас что? Это бумага. Возможно, она для блотеров, да, но я нарезала. Пригодится. Так, едем дальше. У нас здесь есть с вами... Давайте начнем, наверное, с письма. Я надеюсь, там ничего личного. Если тут будет что-то личное, я не буду читать, вы не обессудьте. О! Тут положены ответы. Я вам говорила, что... Я вот открыла, я увидела, что здесь написано ответы, да, вот я вам покажу быстренько. Но мы давайте не будем их читать. Вот я, правда, будем честны. Честны, чтобы было интересно. Потому что я люблю, когда интересно, мы лучше будем проверять. Так, я увидела, значит, написано как-то. У меня зрение, кстати, не очень, так что будьте уверены. Вот я буду по чуть-чуть вот так вот открывать. Как это сделать? По чуть-чуть буду открывать, и так вот, чтобы подглядывать, какой роман. Чтобы было интересней. Да? Давайте сделаем прям настоящий слепой зате, потому что у меня сейчас их много. Я точно не помню все картинки. Я знаю один аромат точно, который мне Юлия прислала, потому что я думаю о полноразмере. Точнее, если быть совсем честной, полноразмер уже едет ко мне. Но Юлия... Но он едет в качестве подарка от моей мамы на Новый год, поэтому это не считается. Но Юля мне его прислала потестить, потому что этот аромат практически нигде нельзя потестить. Нет отливантов. Везде он продается только в полноразмере. И, в общем... Ну, я такой человек. Я люблю делать алдверды, так что, скорее всего, всем тем, как говорится, кто для меня что-то делает... Я тут разворачиваю полотенчиком. Делать для меня что-то красивое. Всегда им все... И хорошее всем возвращается в ответ... Оооо... Что это? Да ладно? Да ладно? Да не может быть! Юлия, у меня мурашки сейчас просто везде... Да ладно! Этого не может быть! Этого не может быть! Как это возможно? Это... Остаток во флаконе... Сердж Лутанс... Это мой незакрытый гештальт, которому уже очень много лет. Я сейчас буду плакать прямо в кадре. Потому что это просто... Как? 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 Как это происходит? Я не понимаю. Как вы так меня почувствовали, Юлия? Как вы это сделали? Же де пе... Это аромат, который невозможно найти. О котором я мечтала. О котором... Которым я не могла позволить этот полноразмер за огромное количество тысяч рублей. Это аромат... Боже мой! Извините. Кажется, слепые затесты отменяются. Это аромат... Я... Боже! Я не могу подобрать слов. Мне хочется просто плакать и все. Это аромат горячего хлеба. Это хруст французской булки, о которой я мечтала. Боже мой! Господи, я самый счастливый человек. Я самый счастливый человек на земле. Просто... Вселенная, я благодарю тебя за таких подписчиков, за таких зрителей, которые исполняют мои мечты. Которые даже не знали, что это моя мечта. Боже мой! Я помню, что Юлия мне написала. Я сейчас это вспомнила, что... Да, Насте, я написала, какие будут ароматы. Но у меня есть подарок в виде остатка во флаконе аромата, который олицетворяет или ассоциируется с одной из песен, которую я пела в конце какого-то из роликов. Здесь у нас фонтресоли. Ну, для меня, конечно же, это ассоциация с осенними листьями. Потому что одна из первых песен, которая прозвучала именно в контексте парфюмерного видео, а не отдельном видео в начале ведения этого канала, это будет The Autumn Leaves. Tree by the window. The Autumn Leaves of Red and Gold. Боже мой! Какая это красота! Но это правда пахнет осенью. Мне нужна пауза. Я не могу в это поверить, правда. Я не могу в это поверить. Это просто... Просто какой-то кошмар. Какой-то невероятный, волшебный кошмар. Все, ладно, Настя, все, собрались, собрались. Я буду петь Ода любви Юлии в сообщениях, но уже завтра с утра. Потому что если я начну сейчас в 2 часа ночи писать сообщения, она меня неправильно поймет. Итак, у нас здесь есть коробочка. Мы не будем показывать, от какого она бренда. Точнее, ну, в смысле, от какого она бренда магазина. Я думаю, многие из вас узнали, но мы не представляем интересы РНДУ на этом канале. Мы независимые влогеры. Поэтому у нас все честно. У нас все честно. У меня искренние и честные эмоции. И я в шоке. Я просто в шоке. Ну, как вы видите, ароматы, которые для слепого, не слепого затеста, они прям упакованы на века. Вот чтобы точно они доехали. Но не сомневаемся в том, что они доехали. Потому что, правда, все в коробочке было хорошо, когда я ее получила. Так что не переживаем. Из любой точки мира, России, СНГ, я сейчас живу в России, все доедет, так что не переживайте. Можете смело мне отправлять слепые затесты. А я буду рассекаться в любви, нежности и благодати. И придумывать для вас все больше и больше новогодних подарков. Кстати, у меня сейчас в канале действительно идет розыгрыш новогоднего подарка. Заходите. Заходите в канал. Там, в общем, все написано, что нужно сделать для этого. Ну что ж. У нас тут с вами 10 ароматов. И мы сейчас будем с вами все их тестить. Вот так вот они у нас выглядят. Вот так вот. Боже мой, какая красота. Я в шоке. Я когда рассказываю своим друзьям, своей семье сейчас о том, что я говорю, представляете, у меня мои зрители присылают мне духи. Присылают мне от Леванты. Присылают мне действительно не жалея ничего, ни своего времени, ни денег. Такие подарки. Для меня это настолько непривычно. То есть я вообще, правда, совсем не избалованная вниманием на самом деле леди. Я просто, когда это все открываю, мне становится так неловко, так приятно. Я очень часто рыдаю, думаю, боже мой, как я заслужила это все. Как я это все заслужила, я не знаю. Итак, ну что, начнем с аромата номер один. Боже мой, тут 5 миллилитров. Тут на всю жизнь хватит просто. Не буду спойлерить, что это. Я успела посмотреть, но я хочу действительно потестить его вот без каких-либо изначальных... какая малинка я слышу сразу малину сначала у меня мысль пошла естественно библиотеку от байреда вау как красиво это малина такой сухой табак это аромат про бежевую замшу а если кто-то из вас догадался то тот молодец если кто-то не догадался но готов подождать подождите и мы с вами зачитаем этот аромат это очень красиво да я это продолжаю хотеть я рада что именно этот аромат едет ко мне в полном размере в виде подарка на новый год от моей мамы это просто это очень красиво это понятно это звучит очень люксово но в то же время это редкий аромат его не встретишь нигде в магазине но в нем есть очень отличительная нота замша которая и все сухофрукты и все табачные какие-то у меня руки так красиво пахнет белыми буханками с корочкой что я просто сойду с ума это красиво я такое хочу я очень рада что такое будет я благодарным безумно мне сегодня такие лучшие благодарности надеюсь сейчас юлия спит она не проснулась от моих вот этих вот вибраций это красиво это очень красиво я вам скажу что это за аромат это я постараюсь давайте честно абсолютно вот вот так вот причем будем открывать чтобы посмотреть это аромат от бренда жудит лебер эмиральд это зелененький такой посвященный изумруд в общем этот бренд жудит лебер кажется так жудит будем назвать чтобы никого не обидела своей фонетикой у этого бренда этой линейки есть аромат посвященный камням аметисту топазу сапфиру кажется так ли сапфиру нет точно топазу по моему я добавила цвет сапфир аметист хотя черный по моему все-таки топаз да и эмеральд посвященные изумруду и об этих ароматах часто говорила парфюмерный блогер алиса black кажется так одессе не ошибла девушка алиса с таким нежным мягким голосом она в основном часто говорила о нем как о своем любимом аромате и когда я только начинала свой блог я ее смотрела я вдохновлялась и ее коллекции там как она рассказывает и ставила себе данный карандаш и какие-то ароматы потестить и собственно я не разочарована я рада что он именно такой как она и говорила потому что именно у алисы на канале я познакомилась сначала чисто в уме да опять же карандашиком записала себе и фьюжен дамонт миндальный прекрасный пудровый аромат от прада и нашла его в сербии и афлаконила и собственно я очень рада что у меня будет этот аромат потому что он я ошиблась он все-таки уходит немножко в нишевое звучание за счет замши и табака белого очень красиво белый табак замши нежно очень вуально ну собственно так так же красиво как я и собственно и представляла также красиво супер не подсматриваем дальше едем абсолютно в частную игру играем второй аромат тоже это так что я настроюсь жди пи боже я не кажется что я сплю так вот один пшик нанесем на или два так ну что ж о как сладко да прям ликер это шоколадный ликер с ягодами это у что так смыть вот это шоколад если бы я знала о нем я бы именно его внесла в свой зимний сет от антресоль вместо dolce passion потому что ну ладно не буду до горячиться вначале это прям было очень круто это прям был какой-то идеальный шоколад без алкогольных нот но потом это немножко начинает уходить в цветы почему-то все беру свои слова обратно это я горячусь на эмоциях не воспринимайте меня всерьез но это очень красиво как это хамелеонит это и шоколад и цветы и как будто какой-то холодиночка есть типа мяты как будто бы какой-то мне прям очень сильно холодит нос возможно это мой блеск это гурманика замшевая такая тоже шершавая красиво давайте представим кто бы мог такое сделать это очень похоже на мы зон которая выпускает можем я забыла бренды а это похоже немножко на серж дю монтана но у меня из его аромата только в мисс дю монтан есть которая более календуловая календуловая но направленность такая же очень мягко очень красиво очень ровно очень так выглаженный шоколад очень он собран прям тютелька в тютельку как говорится да я говорю что это ждп конечно просто сходит с ума меня здесь просто какие кострище полезли такая осень боже я голосую за то что это что-то шоколадное в стиле серже дю монтана может быть и это правда серже дю монтан но это очень красиво я бы такой очень хотел поносить на коже давайте вот вместе с вами откроем вот вы будете смотреть они это второй аромат это эликсир эликсир шарнель гурмант эликсир шарнель гурман вот это последнее слово я не могу разобрать coin написано что это бутик интересно я не знаю этот аромат назовем этот аромат не полно эликсир шарнель гурман я обязательно прикреплю конечно же что это это очень красиво я не удивлюсь если это много стоит в скобочках написано что это бутик видимо это бутиковая линейка ночи красиво такой изысканный французский бельгийский точнику французский бельгийский ну бельгий бельгийский шоколад это вот прям такая классная французская парфюмерия в стиле вот если буск маори от пьера гийома смог потому что недавно я написала пост про мои отношения с ароматом от пьера гийома мозг маори так что можете смело идти в телеграм-канал адресоль и прочитать его аромат номер три можем у нас будет сегодня 10 ароматов как как это пережить и не пойти не хочу теперь о это уже постарше вещичка такая уже роскошь антиквариатная я такое уже начинаю любить мне такое нравится я чувствую здесь шипровость я чувствую здесь травность не чувствую здесь цветы шершавые шершавые как мимозы но не мимоза я чувствую здесь не чувствую здесь ромашку очень сильно почему-то вот вот начало все вот такое вот это очень очень шипровая немножко как будто бы даже алкогольное ушло цветы такие очень медитативные у меня такой медитативит но в этом в этом точно есть шипровость скорее всего это не современный шипр а что-то поклассичнее что-то из классики но . красиво такое могли сделать все кто могли бы сделать и такое кто бы мог такое сделать да кто угодно на самом деле после недавнего затеста где был аромат от лонбан обхажь это кстати вот в направленности а каша то скорее всего у этого аромата много нот это такой очень все начинает размываться очень красивую красивую гладкость даже какую-то цветочную то есть прям все это превращается какой-то эликсир молодости из цветов очень женственно очень роскошно потрясающе скорее всего будет звучать с горячей кожи просто в шлейфе в волосах я такое люблю для меня почему-то обонятельно чисто это аромат немножко похож на эликсир от клиник в той направленности я такой вижу флакон и вытянутый какой-то немножко с матовым стеклом очень красиво а еще похоже направленности у меня есть аромат от лис клейбурн который называется для из клейбурн это такой не очень известный шипр достаточно бюджетных свое время и там огромная хапка цветов разных календулы ландыши фразии и в общем все все-все-все-все-все естественная база из мха амбры на разных там составляющих шипра давайте же смотреть что это это красиво так это сюда используется это красиво я не знаю что это все по-честному давайте по-честному оп-оп это это эмбру почему это французка все м бюс д и ланг то есть это у нас история про и ланг герлин дакатая шоколадку взяла так стоп стоп а нет да сюда использованы то есть это все-таки о да и лангу интересно я не знаю какого года это аромат но он очень винтажненький очень винтажный очень красивый очень глубокий я такое люблю то есть тут произведение достаточно полная как соната красиво очень красиво я обязательно изучу что это у нас такое м бюс д и ланг садом едем дальше я в полном восторге не знаю видно по мне это или нет видно что я нарезала себе мало блотеров я не ожидала что там будет так много ароматов юля вы просто вы мой краш вы мой кумир четвертый аромат ох 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 а тут уже поинтересней тут уже кострище какое-то пошло тут вот что-то такое интересное как какая-то шоколадная кожа точнее бобы тонкая слышу с кожей с такой плотной хорошо такое такое унисекс унисекс я люблю очень красивая кожа вначале она была чуть шершавая а потом как будто бы углаживается этот аромат для меня в духе итальянской кожи от мимо немножко то направление то что я обожаю итальянскую кожи от мимо я в нем влюбилась просто после заказа на алюре кстати скоро скоро вас ждет огромное видео посвященное всем ароматом солюра там около 50 вышло от как я люблю от леванты составлю огромный огромный обзор на часа на полтора наверно боже как красиво и извиняюсь если я записываю сейчас видео очень медленно просто это красоты необыкновеннейший кожа очень мне нравится очень нравится это скорее всего стоит очень дорого очень очень много давайте же смотреть что это ну-ка я собственно я угадала это аромат от бренда mdc ай лябель helen о боже но я не удивлена что митси пахнет вот настолько красиво лябель helen боже ну это красота это роскошь и мне кажется вот так вот может пахнуть в лувре я в лувре была так пахнет париж особенно первый округ где лувр где где воздух архитектура красивейшая где французы неповторимым прекраснейшим вкусом боже мой это красиво это очень красиво очень дорого и очень красиво а почему все красивое так дорого стоит вот этот пятый аромат скорее всего еще дороже потому что у него самый маленький флакон о яблочный сидр я слышу яблочный сидр это очень похоже на аромат от николая которые не забыл называется который про шато кажется так он забыла про яблочный сидр вот знать у нас эти нереально не могу в своей голове пока держать все все ароматы которые знаю но ассоциативно это вот в духе дир поле отель гейн парфюмерии тут яблочки сидрные тут 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 хорошо тут так расслабляющие тут либо как будто бы алкогольный какой-то яблочный напиток иной может быть яблочный бренди но я слышу здесь такой сладкий яблочный сидр с деревяшками сухими красиво мне кажется такое могла сделать патрисия николай но точно не дир поле это чуть более чуть более взрослее в плане вкуса скейтер поле он такой мейнстримовый очень молодежный а это уже так с чувством с пониманием это так легко на самом деле отличить у него носом аромат которая сделана достаточно молодежно поверхностно в чем-то или аромат который сделан глубоко с прям чувством с любовью какой-то такой энергии этот аромат для меня очень про про любовь я его вижу как аромат про любовь хотя он и про яблочный сидр но он так разливается нежно такой прям волной чувств каких-то очень красиво очень красиво так смотрим что же это у нас нас был четвертый аромат давайте посмотрим пятый это герлен шипр фаталь боже это очень красиво но это какая-то снятость то есть здесь у нас какой-то шипр может быть он все-таки яблочный это очень красиво но я не удивлена что такой маленький флакончик потому что скорее всего это просто невероятная редкость юля я просто я восхищена это пойдет в мой музей поле чудес мою картотеку любимцев которые я буду беречь и надевать исключительный случай и в этот момент всегда буду вас благодарить за то что благодаря вам у меня все это все это добро потому что это про есть это красота спасибо еще и так едем к шестому ароматом тут такая красота что просто я в шоке какая здесь красота опять опять какая-то снятость такие дюшесовые истории я слышу как дюшес номере 6 прям явно но не так жгучее и мускусно как в дикие груша от манталь потому что это будет такой самый известный дюшес который у меня есть коллекции это прям очень вкусно это скорее как дюшесовый какой-то сорбет или как дюшесовый десерт это просто это очень красиво можно как так все ароматы мне нравится это редкость очень красиво да я голосую за то что это дюшес и мне интересно что же это сильно вас не мучно это амуаж эспирит фаркс но это очень красиво эспирит эспирит интересно здесь есть мята потому что пока я чувствую только дюшесность такую очень мягкую ну это 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 чувствуется что это сделано очень качественно и очень дорого как и многие ароматы а ты можешь но это просто прелесть какая-то так а у нас тут всего 7 участников участвуют в слепом за тесте и два аромата еще поэтому мне показалось что 8 номер 7 к вроде не знаю я потом посмотрю пирамиды мне очень интересно попала я хоть куда-то но мне главное что я в ассоциацию попадаю ох ты что-то такое что-то все красиво боже я слышу здесь полынь я слышу здесь полынь легкую абсентом насть такое даже полынь в я не сильно в этом кажется ой как красиво как травно вот здесь точно я слышу травы хвою какую-то даже немножко какой-то хвойности боже какая красота как все так это прям аромат леса какого-то для меня с травами с с нами такими ароматными свойными деревьями с соснами такой немножко мокрой деревяшкой пахнет очень сильно вот здесь сложно выбрать осенью больше пахнет или весной но скорее больше осенью ароматов больше все-таки весной больше холода больше какой-то чистоты еще от оставшегося снега или влажности красиво но это точно очень дорого это очень дорого потому что в этом есть полифоничность в этом есть какая-то образность в этом есть объем в этом есть загадка это хочется разгадывать это хочется узнавать это очень красиво это невероятно красиво что это номер семь номер семь это саншайн мужской вау у меня есть саншайн женский но саншайна мужского я не знаю я его правда не знаю поэтому это для меня удивление и расстраивает здесь только то что саншайн и как и все ароматы тому аж стоит как крыло самолета но опять же для меня сейчас как для человека который не зарабатывает миллионы в месяц это крыло самолета так номер восемь танк абрикосы какие-то пошли но и такие винтажные какие-то абрикосы белый шоколад так странно на моем веку белый шоколад и абрикосы для меня только саншайн женский который у меня есть но он у меня не так пахнет но у меня там я тоже там слышу абрикосы с белым шоколадом но они более какие-то у меня такие шершавые а здесь как-то это все мокренько так сладко как белый шоколад который такой немножко подтаял во рту но это очень красиво ну или я чисто логически дохожу что это может быть саншайн женский но это . они конечно абсолютно разные саншайн мужской они вместе сочетаются конечно полынность вот это вот с абрикосами со сматусом с белым шоколадом как это красиво какая-то красота боже мне просто сейчас случится какой-то катарсис девочки зачем мы ввязались в эту красоту в эту парфюмерию невозможно какая прелесть так и у нас тут еще остается два а мы не посмотрели же да что это давайте там последнюю но это саншайн женский но это я догадалась уже потому что я вспомнила картинки это стоит работает нос я вспомнила картинки которые мне прислала юлия исполнил что там было женский саншайн вот ну я догадалась что они рядом но это вообще не меняет сути они невероятно красивы и у нас тут еще два аромата это амуаж rose and sense и амуаж epic woman еще и эпик кажется кто-то решил восполнить мои дефициты микроэлементов парфюмерии точнее это не микроэлементы это такие прям крупные элементы в мире как бренд амуаж у меня в моей коллекции только два аромата это саншайн и он у меня был брокен но от него я избавилась и у меня был memory и от него тоже избавилась и у меня теперь есть так много амуажей я просто вот к чем я это заслужила боже мой боже мой как еще такие отливанты какие-то очень как будто бы такие этикеточки на них все так как будто я в каком-то французском бутике ну это какая-то розовая эссенция такая концентрированная почуливая гвоздичная это так в духе портрета маля скружится голова я вам не буду говорить о том что у меня просто мурашки так вот снова снова до головы все время бегаю все это время пока записываю видео боже я это буду разнашивать разнашивать улыбаться радоваться благодарить юлию небеса вселенную и этот канал антресоль то что подарил мне таких невероятных моих людей я как ольга бузова сейчас сказала но я не жалею о эпик вуман экстракт приберегу коней боже какая приятная микстурность в этом эпике она такая хвойная я теперь поняла о каком эпике мне писали когда я искала ноту ели парфюмере но здесь прям такая хвоя острая без снега больше такая в лесу не дома с игрушками в лесу такая она гвоздично ладанная как я люблю как мрачно вот темно-зеленый флакон по моему у эпика классического помню темно-зеленый 56 эпика тоже темно-зеленый но мне кажется у этого наверно тоже кто-то в темной истории он прям темно-зеленый он такой прям мшистый такой меховой такой манящий выражительный прям сексуальный настолько что прям вот ты прям чувствуешь это все никогда я такого не описывал да но это прям очень сексуальный аромат какой он какой он я не уверена что он вуман я вполне его представляю на мужчине и это прям будет с ног болеть всех я не знаю что сказать я просто в шоке я вообще не понимаю вообще что это происходит со мной вместе на руке у меня здесь джонни у меня здесь роза от киллина я в полнейшем восторге я настолько мне просто не был такой эмоциональный день что видимо как будто это 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 логичный финал что в конце все закончилось хэппи-эндом крутым парфюмерным я в полном восторге я хочу еще раз поблагодарить от всей души мою прекрасную юлию я уверена что это не не последняя наша посылка я я очень-очень хочу испытываю благодарность и хочу конечно же порадовать вас чем-то в ответ ну потому что у меня прям искренний порыв к этому мне очень хочется я безумно рада за все вот это это для кого-то это может быть мелочь для меня это не мелочь для меня это огромный огромный вклад в меня в мою в моё в детище мой этот парфюмерный уютный клуб спасибо большое спасибо большое вселенная то что ты даришь для таких людей спасибо большое вам дорогие зрители что смотрите мои видео что поддерживаете меня что пишите комментарии что подписываетесь это вообще все очень огромная огромная огромная-огромная приятность вот я с вашего позволения пойду попрыгаю за кадром от радости поплачу выпускаю по себе мурашки и пойду вдохновлюсь как следует и сниму для вас еще очень-очень много прекрасных порфюмерных видео с вами была Настя Балахнина и потрясающий подарок от моей антресолицы Юлии и до новых встреч на канале антресоль пока-пока блин я пойду я пойду брынк где микрофон о боже о боже просто что это что это за чудо как как это возможно можно